Удалили раковую опухоль Гелене Николаевне, провели операцию на животе без разрезов и проколов. Это стало возможным благодаря тому, что опухоль была маленькой, всего 2,5 сантиметра. Она не успела дать осложнений и метастаз в другие органы. Врачам удалось вывести ее через естественное отверстие. Мы удалили эту опухоль, удалили все сосуды, которые эту опухоль питали, забрали все возможные лимфатические узлы, которые потенциально могли быть измененными с опухолевыми клетками. В дальнейшем мы сделали кольпотомию, то есть рассечение задней стенки влагалища, через влагалище убрали опухоль и потом сформировали анцетомоз, зашили отверстие во влагалище. И таким образом мы сделали классическую хорошую лупарскопическую операцию. Методика НОЗОС набирает популярность во всем мире. Она уже распространена во Франции и странах Азии. В России ее выполняют в трех московских центрах и Рязанской областной клинической больнице. Операция была очень сложная, где-то около 6 часов. Я даже не думала, что так долго. В общем-то это будет, ну, думала так, вот операция часа на полтора. Ну, как-то вот так. Конечно, не на 40 минут, но что люди будут стоять надо мной 6 часов, трудиться на ногах, конечно, это сложно очень. Гелена Николаевна стала 11-й пациенткой. Когда обращалась к врачу, о диагнозе даже не догадывалась. Просто, знаете, так, чисто случайно терапевта сдала анализ на скрытый кровь. Кстати, вот всем советую. И получился положительный результат. То есть это сразу советовали идти к проктологу обязательно, потому что это, ну, как бы нехороший признак. Операцию провели по полюсу ОМС. Она высокотехнологична и требует большого мастерства хирурга. Ей предшествовал долгий период подготовки. Только на сбор анализов у пациентки ушло 3 недели. Мы находим очень удобных пациентов. Мы оттачиваем методику, увидим все краеугольные камни данной методики. Но вот их отшлифовываем. И когда потом мы понимаем, что все у нас в голове собралось полностью пазл, каким образом мы можем безопасно делать эту операцию пациентам, не ухудшая онкологические результаты, не ухудшая функциональные результаты, чтобы они выписались в таком же добром здравии, в котором они к нам пришли. Но вот только тогда мы эту методику начинаем расширять и сейчас активно внедрять уже в деятельность нашего хирургического стационара. Стоит отметить, что пациентка хорошо себя чувствует и уже готовится к выписке.